Сейчас, секунду. Включу демонстрацию экрана. Так, видно, да? Да. Итак, сегодня у нас с вами инфекция и инфекционный процесс. Вообще, инфекция – это форма взыводействия между микробом и самим пораженным организмом, то есть макроорганизмом. И сам инфекционный процесс – это сложный такой комплекс всех физиологических, патологических процессов, возникающих в результате вот этого взаимодействия макро- и микроорганизма. Ну и в конце мы можем наблюдать с вами крайние проявления вот этого инфекционного процесса – это саму болезнь. Какие необходимы условия, чтобы возникла инфекция? Для этого необходима, конечно же, сам возбудитель, первое. Далее, инфицирующая доза. Это сейчас очень популярно, поэтому вы наверняка это слышали уже, да, что если доза небольшая, то заболевание, в общем-то, может не развиться. Инфицирующая доза – это очень и очень важный момент. Сейчас спущу еще. Кроме того, восприимчивость самого микроорганизма. И обязательно должны быть входные ворота, то есть место проникновения возбудителя. Для развития инфекционного процесса, само развитие инфекционного процесса облегчается при условиях внешней среды. Это, например, сезонность. Мы знаем, что все заболевания у нас в основном в такой сырой проходят в климатических условиях, например, весна, осень. Обязательно должен быть переносчик. Если этого переносчика нет, то, соответственно, заболевание может не развиться. Но и третьим этапом, таким на сегодняшний момент очень бурно обсуждаемым является социальная среда. То есть это условия быта, иногда даже религиозные особенности. Все это необходимо для того, чтобы как раз-таки развилось инфекционное заболевание. По источникам самого заболевания мы можем разделить инфекционные процессы по трем источникам. Например, если источником заражения является человек, тогда мы говорим о антропонозном заболевании. Если является животное, то мы говорим с вами о зоонозном заболевании. И если источником инфекции является окружающая среда, например, почва или вода, то мы говорим о сопронозном заболевании. То есть это три вида заболевания. Кроме того, инфекционное заболевание характеризуется своей специфичностью. Кроме того, контагиозностью, формированием иммунитета, динамикой развития инфекционного процесса, специфической симптоматикой, наличием какого-либо воспаления. И, конечно же, заболевание не может сопровождаться без микробиологических и иммунологических методов диагностики и итиотропных лечений. Или специфической профилактики. То есть все инфекционные заболевания необходимо рассматривать вот эти все аспекты. Инфекционные заболевания развиваются в четыре периода. Ну, их так условно ограничили, эти четыре периода. Первый из которых – это инкубационный период от начала как раз-таки проникновения микроорганизма в организм. Здесь в данном случае у вас еще не развивается никакая симптоматика. Длительность вот этого инкубационного периода зависит от свойств самого возбудителя. То есть от особенностей токсических продуктов у этого возбудителя. От быстроты размножения этого возбудителя. То есть способность его колонизировать макроорганизм. То есть инкубационный период различный. Не бывает так, чтобы он был одинаков для каждого возбудителя. Кроме того, второй период – продрамальный. Чем он характеризуется, продрамальный период? Это тем, что пока еще нет никакой специфичности. То есть характеризуется неспецифическими симптомами. То есть возбудитель уже начал колонизировать макроорганизм. Он уже начал размножаться. Его метаболиты, возбудители, начинают оказывать первые воздействия на макроорганизм. То есть у нас появляется с вами слабость, мышечная боль, головная боль. Может быть, небольшая лихорадка. Но все эти симптомы, они не специфичны. То есть идет, будем так говорить, привыкание возбудителя к нашему макроорганизму и его размножения. А вот дальше уже третий такой основной период, период разгара, или в некоторых учебниках появляется манифестный, или также может звучать клинический период. В эти периоды как раз-таки проявляется вся специфическая симптоматика возбудителя. То есть появляется как раз-таки идет бурное выделение ферментов агрессии и токсинов от возбудителей. И, конечно же, здесь уже характеризуется яркой симптоматикой. Этот период очень по своей длительности разный. Он может быть как несколько дней, например, до гриппа, если мы говорим о вирусе гриппа, там 3-4 дня, до многих лет, например, если мы с вами говорим о таком заболевании, как проказа. И, конечно же, любое инфекционное заболевание характеризуется своим конечным периодом, исходом. Но вот самое интересное, что исход может быть разным, особенно в настоящее время. Исход может быть так же, как реквалинисценция, то есть полное выздоровление. Когда у нас с вами нарастает иммунная защита макроорганизма, освобождает полностью наш макроорганизм, от возбудителя освобождается. Вот этот исход выздоровления, конечно же, наиболее желателен, и к этому мы всегда стремимся. Однако исход на сегодняшний день очень часто может заканчиваться как микробоносительство, когда человек вроде внешне здоров, однако возбудитель остался внутри организма. И вот это микробоносительство может протекать бессимптомно. При этом микроорганизмы могут выделяться во внешнюю среду и заражать окружающих. То есть здесь очень такая узкая грань между тем, что человек вроде как выздоровел, и в то же время он еще заразен. Вот микробоносительство – это тяжело бывает диагностировать, и нужно учитывать эту особенность. И кроме того, очень часто микроорганизмы приспосабливаются к нашей иммунной системе и научились, в общем-то, выживать в неблагоприятных условиях, и может переходить заболевание в хроническую форму. То есть микроорганизмы могут длительно персистировать в организме со своими тоже периодами, как ремиссии, так и рецидива. Ремиссия – что это такое? Это когда идет удовлетворительное состояние больного, и клинические симптомы отсутствуют. Или они, если присутствуют, то в такой незначительной степени, что не мешают качеству жизни человека. Но в дальнейшем вот этот период ремиссии может сменяться периодом рецидива, когда идет обострение патологического процесса с клинической симптоматикой. Вот все это хроническая форма инфекции, конечно же, в общем-то, довольно-таки серьезная форма, и мы, в общем-то, должны стремиться к тому, чтобы ее никогда не было. Ну и, конечно, неохота говорить о таком исходе, как летальный исход, когда идет смерть. Существует несколько классификаций инфекционной болезни в зависимости от локализации микроорганизма в нашем организме. И вот Гармашевский предложил такую классификацию. Она, в общем-то, довольно-таки проста для понимания. То есть все микроорганизмы локализуются и делятся на кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей, кровяные инфекции, инфекции наружных покровов. При этом входными воротами этих инфекций служат как слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполового тракта, конъюнктивы, ну и, конечно же, кожные покровы. То есть входными воротами может быть все. При этом инфекционные агенты могут передаваться с помощью определенных механизмов и по определенным путям передачи. Вот механизм передачи инфекции – это способ, при помощи которого микроорганизм передается от больного микробоносителя к здоровому человеку. А вот пути при этом передачи возбудителя инфекции как раз-таки обеспечивают перенос возбудителя от больного к здоровому. И вот этот слайд, который сейчас у вас на экране, да, вы видите, я вас попрошу переписать в тетрадь, поскольку вот этот слайд может вам помочь в течение всего года, и этот слайд будет вам помогать также на экзамене. Итак, посмотрите внимательно. Здесь в данном случае показаны все механизмы передачи инфекционных агентов человеку. Вот если мы разберем, например, фекально-оральный механизм передачи. Какими путями он может передаваться? Это алиментарный, то есть через пищу или через воду, если мы говорим о водном пути, и, конечно, контакт на бытовой. Какие при этом факторы передачи? Если мы говорим о алиментарном, то это пища, если водный, то это вода, и контакт на бытовой – это предметы обехода или грязные руки. И локализация при этом микроорганизмов будет, конечно же, в нашем с вами макроорганизме, будет в желудочно-кишечном тракте протекать. То есть это один из механизмов передачи. На данном слайде показаны все механизмы передачи, то есть это вам поможет, еще раз повторяю, в дальнейшем. Формы инфекции мы всегда можем с вами разделить по происхождению, например. Это экзогенные инфекции, которые попадают к нам извне, то есть при этом источники – это как микробоноситель, то есть больной человек, почва, предметы обехода, пища, воздух и эндогенные. А вот эндогенные инфекции довольно-таки тоже интересные, поскольку эндогенные инфекции возникают у человека, как правило, при ослаблении иммунной системы. И патогенами в данном случае будут служить те самые условно-патогенные возбудители, которые входят в состав даже нашей нормальной микрофлоры. То есть эндогенные инфекции – это как бы изнутри, то есть те самые микроорганизмы, которые живут у нас внутри наших полостей. По локализации патогена в организме также различают на очаговые, когда инфекционное заболевание или инфекционный процесс протекает в каком-либо ограниченном таком местном очаге и не распространяется по организму. Очень такой яркий пример – это как раз фурункул, то есть или чири, как мы говорим, когда идет очаговая инфекция вот в этом данном фурункуле. Или по локализации мы говорим о генерализованных инфекционном заболевании, то есть которое развивается в результате распространения возбудителя из очага по лимфатическим путям или через кровоток, или бронхогенно, или переневрально. То есть генерализованное инфекционное заболевание, оно распространяется по всему макроорганизму. И в зависимости от числа проникших организмов в наш организм, видов вот этих микроорганизмов, патогенов, мы можем разделить на моноинфекцию, когда у нас заболевание вызвано только одним микробом, например, дифтерия. Или мы говорим о смешанной инфекции, или в некоторых тоже статьях или учебниках сейчас популярно слово микс инфекция, смешанная инфекция, например, заболевание, когда вызывается несколькими видами микроорганизмов. Ну, тоже, например, пневмония. Если мы говорим о пневмонии, то здесь в данном случае у нас пневмония может вызываться вместе как вирусами, так и бактериями, то есть это смешанная инфекция, которую, в общем-то, и лечить нам нужно будет соответственно. Кроме того, вторичные инфекции, они, в общем-то, присоединяются, существуют еще вторичные формы инфекционного процесса, и вот среди них есть обычная вторичная инфекция, когда присоединяется другой микроорганизм к первоначальной инфекции, например, пневмония на фоне, например, брюшного тифа, то есть у вас сначала появился брюшной тиф, а потом развелась пневмония, вызванная, например, бактериями, то есть вторичная инфекция. Или мы говорим о суперинфекции, например, повторное заражение тем же возбудителем на фоне уже имеющегося заболевания до выздоровления, обратите внимание, например, гонорея, то есть вы, больной гонореей, не успев еще выздороветь, то есть полностью излечиться, он может повторно заразиться еще одним штаммом гонореи, гонококов, которые тоже вызывают усиление процесса гонореи. То есть суперинфекция, еще раз повторяю, это повторное заражение тем же возбудителем на фоне уже имеющегося заболевания. Кроме того, есть еще такое понятие, как реинфекция, когда мы можем повторно заразиться тем же возбудителем, но после выздоровления. Вот здесь вот в данном случае необходимо вам запомнить, что суперинфекция до выздоровления, а реинфекция после выздоровления. То есть возникает, например, перенесение некоторых заболеваний, которые не вызывают, не создают иммунитет стойки, например, сифилис. Человек, переболевший сифилисом, может повторно заразиться также сифилисом, то есть трепонем и палюдом, поскольку у него не создался иммунитет. И микробоносительство. У нас, в общем-то, существуют такие понятия, как микробоносительство и латентные инфекции. Сегодня они рассматриваются тоже очень подробно, широко. Например, бактерионосительство. Что это такое? Бактерионосительство, то есть после перенесенного заболевания возбудитель может задерживаться в организме, при этом не проявляя своих патогенных свойств и не вызывая развития клинических проявлений. Может он развиться, бактерионосительство, при, например, слабом иммунитете. При этом, конечно, микроорганизмы могут выделяться в окружающую среду. То есть бактерионосительство – это, будем так говорить, человек, который выделяет те самые микроорганизмы, которые создают риск заражения. Кроме того, еще раз повторяю, микроорганизмы у нас с вами привыкают, адаптируются к условиям защитных функций нашего с вами организма, приспосабливаются к ним и выработали новую тактику ухода от нашей с вами иммунной системы. И латентная форма – это когда возбудитель, размножаясь в организме, как раз-таки вызывает развитие защитных реакций, вроде бы удаляется из организма, при этом никаких клинических проявлений не наблюдается. Однако при этом организм может переходить, часть, некоторые микроорганизмы могут переходить в дефектные формы возбудителей, то есть L-формы. То есть они, например, теряют клеточную стенку, они, например, прячутся в каких-то наших локусах. И вот эти микроорганизмы не выделяются в окружающую среду, то есть L-формы. Микроорганизмы при этом не могут без клеточной стенки жить, они могут только существовать, то есть в такой латентной форме. Как же проходит циркуляция микроорганизмов в кровотоке? Вообще циркуляция микроорганизмов в кровотоке – это, в общем-то, обязательная стадия патогенеза многих инфекций, если мы говорим особенно о генерализованных инфекциях, то сопровождается она, как правило, бактеремией, например, циркуляция микроорганизмов в кровотоке, но при этом они не размножаются. Или септицемия, когда микроорганизм размножается в крови, и очень неприятно, конечно, септикопимия, то есть состояние, при котором микроорганизм не только размножается в кровотоке, но и фермирует новые очаги гнойного воспаления в различных органах и тканях. Это очень опасно и очень страшно. При массовом поступлении в кровь бактерий и токсинов развивается бактериальный или токсический шок. Так, далее, бессимптомная инфекция. Бессимптомная инфекция – это когда в большинстве случаев патогены микроорганизма попадают в неблагоприятные условия различных областей организма, где они погибают, либо подвергаются такому действию защитных механизмов, и при этом микроорганизм задерживается в организме, не проявляя тоже своих патогенных свойств. Не вызывая развития клинических проявлений. При этом микроорганизм может не выделяться в окружающую среду, то есть бактерионосительством здесь уже в данном случае не будет. А бессимптомные инфекции могут, в общем-то, все то же самое, как у бактерионосителя, но не выделяется при этом в окружающую среду. Дальше. Для того, чтобы вызвать заболевания, микроорганизмы должны быть патогенными. То есть это такой, в общем-то, термин – патогенность или болезнетворность. И мы под этим термином, под патогенностью, понимаем потенциальную способность микроорганизма вызывать заболевание, которое является, в общем-то, видовым генетическим признаком. То есть в геноме каждой бактерии, гриба, вируса, закодирована его потенциальная способность, то есть патогенность. А вот патогенность микроорганизм может вообще снижаться или наоборот увеличиваться. И степень вот этой патогенности или болезнетворности микроорганизмов, но уже степень, называем вирулентностью. У патогенных микроорганизмов вирулентность обусловлена. Чем она обусловлена? Посмотрите, инфекционностью, то есть способностью заражать макроорганизм, способность к колонизации, то есть заселению очага первичного инфицирования, инвазивностью, способностью проникать в ткани, токсигенностью, способность образовывать ядовитые вещества и способностью, еще раз повторяю, это новое на сегодняшний день открытие, способность к длительному персистированию, когда мы говорим, что микроорганизм при адаптировании к макроорганизму может терять те самые мишени, через которые воздействует наш с вами организм на микроб. И основные вообще существующие этапы инфекционного процесса, поскольку микроорганизму очень быстро надо колонизировать наши с вами локусы, захватить их, постараться размножиться, то, конечно, существуют основные этапы. В первую очередь микробы необходимо прикрепиться к клетке хозяина, к тканям хозяина, и такой процесс мы называем адгезией. Далее, как только микроб прикрепился, адгезировался, микроорганизму необходимо закрепиться в определенном участке и начать размножение. И вот мы говорим колонизация с размножением, увеличением количества. Как только он начинает активно размножаться, ему становится тесно, он уже более сильный, то есть в содружестве, когда каждый микроб вместе в содружестве в таком образует, микробы необходимо дальше попытаться завоевать новые места, где он может адаптироваться к существованию. И дальше происходит пенетрация, то есть проникновение в ниже лежащие слои, распространение тем самым возбудителя. При этом, конечно же, происходит повреждение клеток, тканей. Далее идет у нас, как только микроорганизм попадает внутрь наших тканей, клеток, наш с вами макроорганизм начинает активно выделять иммунные клетки, которые начинают атаковать микроорганизмы. И здесь в данном случае может проходить, например, элиминация удаления возбудителя. Она может даже происходить со смертью больного, то есть не хотелось бы, конечно. И персистенция. Микроорганизм может адаптироваться к атакующим его агентам, сбросить те самые мишени, например, клеточную стенку, превращаясь в эльформы. И вот в данном случае микроорганизмы могут персистировать, длительно сохраняясь возбудителя в организме и тем самым вызывая хронические инфекции. То есть это такое быстрое рассмотрение этапов инфекционного процесса. На самом деле в каждом из этапов, естественно, проходит большое количество различных реакций. Когда микроорганизмы начинают привыкать, все это размножаться. Но это вот кратко, схематично. Какие факторы патогенности есть у микроорганизмов? Закодированы в их геноме. Например, факторы адгезии. У многих микробов существуют факторы адгезии, которые мы знаем. Это пили, например, общего типа. Или мы говорим о молекулах-адгезинах, которые присутствуют на клеточной стенке или на цитоплазматической мембране. Далее идут факторы инвазии. Факторы инвазии здесь в данном случае, как ферменты, например, гиалуринедаза, нераминидаза, кагулаза, фибринолизин, лицетиназа, протеаза. Все эти ферменты позволяют разрушить клетки или ткани, тем самым проникнуть микробам вглубь. Кроме того, факторы защиты от фагоцитоза. Если мы с вами вспомним наши первые лекции, мы говорили много о свойствах капсулы, например. Так вот, капсула – это тот самый фактор защиты, фактор патогенности микроба. Он защищает от фагоцитоза. Кроме того, существуют у бактерий, например, компоненты клеточной стенки, такие как А-протеин, например, у стафилокока, или М-протеина стриптокока. Они тоже тем самым… Или, например, очень яркий фактор – это кортфактор у микобактерий туберкулеза. Эти факторы защиты от фагоцитоза. Многие микробы обладают токсинами. Выделяют при этом различные группы токсинов. Это экзотоксины, эндотоксины, которые тоже являются факторами агрессии или патогенности. Существуют как белковые, и мы говорим с вами о экзотоксинах, например, токсины таких возбудителей, как ботулизм, столбняка, дифтерии, холеры, или липополисахариды, эндотоксины. Если вы вспомните строение клеточной стенки граммотрицательных, граммоположительных бактерий, вы поймете, что липополисахариды, в основном большое количество их присутствует, у как раз-таки грамм отрицательных бактерий. Поэтому эндотоксин липополисахариды свойственен им. Дальше еще одна табличка. И я вас попрошу ее также выписать себе в тетрадь, поскольку она вам позволит полностью ответить на вопрос одного из экзаменационных билетов о характеристики токсинов белковой и липополисахаридной природы. И, кроме того, по механизму действия, посмотрите, экзотоксины делятся на цитотоксины, которые блокируют синтез белка в клетке, например, дифтерии, шигела, мембрана токсины, которые действуют на мембраны клеток. Кроме того, функциональные блокаторы есть, нарушают передачу сигналов. Очень серьезный токсин эксфолиатин, например, у золотистого стафилокока, или эритрогенин, они воздействуют на межклеточное взаимодействие. И, в общем-то, для лечения вот этого действия токсинов на макроорганизм мы разработали на сегодняшний день, учеными и медиками разработаны анотоксины, которые обезвреживают как раз-таки экзотоксины микроорганизмов. То есть анотоксины и антитоксические сыворотки, их нужно знать. Ну и поскольку факторы патогенности, а если мы будем говорить чуть более узко, это степень вирулентности, то есть проявление вот этого агрессия, мы можем с вами определить по своему критерию. Определение вообще вирулентности – это качественное такое определение, и проводится оно или прямым способом, например, биопроба, да, когда мы заражаем животных, или косвенным, когда мы изучаем наличие, например, ферментов агрессии, вирулентности различным способом в лаборатории. И вот посмотрите, например, количественные критерии вирулентности изучаются, например, на кроликах, морских свинках, по тому, как микроорганизм, какое действие агрессивное он может воздействовать на животного. Биопробу, да, которую мы с вами ставим на тех же самых животных, можем всю эту силу вот этого возбудителя выразить в летальных дозах. Вот в данном случае вот этот слайд тоже еще раз советую переписать, то есть вам нужно уже четвертый слайд переписать, поскольку вот эти критерии необходимо выучить, выучить, эти критерии характеризуют степень вирулентности. И выражаются они в таких дозах, посмотрите, ДСЛ, да, или ДЦЛ, если правильно, доза серталлиталис, наименьшая доза микробных клеток, являющаяся смертельной для всех 100% животных. То есть если мы с вами взяли суспензию из микроорганизмов и ввели ее животным, лабораторным животным, для оценки их вирулентности, этих микроорганизмов, мы можем посмотреть, если 100% всех животных погибло, значит, это наименьшая доза клеток, микробных клеток, которая необходима. Дальше посмотрите, ДЛМ, да, минимум, то есть наименьшая доза микробных клеток, которая при определенном способе заражения вызывает гибель у 95%. И еще одна из таких ярких показателей – это LD50, летальная доза 50%, когда погибает, вызывающая гибель у 50% зараженных животных. Это более точная доза для сравнительной как раз-таки оценки вирулентности различных бактерий. То есть вам необходимо, еще раз повторяю, 4 слайда, которые нужно будет записать в свою тетрадь. Это таблица из этой презентации и вот этот последний слайд по характеристикам вирулентности степени. Так, на сегодняшний день у нас с вами лекция окончена. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я вас слушаю. Нет вопросов, значит. Спасибо.